Финал конкурса «Леди Мармелад» – масштабное и профессиональное шоу, к которому участницы готовились на протяжении года, занимаясь с наставниками, актерским мастерством, вокалом, танцами, а также формированием стильного образа «Плюс Сайз». Девушек «Плюс Сайз» вообще очень много и в городе, и в жизни. И им тоже хочется блистать на сцене, выступать в каких-то конкурсах, в творческих номерах, выигрывать призы, почему нет. Это очень замечательная идея. Красота у всех абсолютно настолько разная, поэтому для меня это внутренняя составляющая, энергетика, подача, то есть то, как ты себя ощущаешь и чувствуешь. Дефилея в стильных нарядах – обязательная часть конкурса красоты. Финалистки «Леди Мармелад» представили коллекции от «Эйфории Макси». Яркие цвета, эффектные аксессуары, креативные, динамичные решения в стиле спортшик на подиуме девушки выглядят как профессиональные модели. И это, несмотря на то, что в жизни девушки не связаны со сценой и шоу-бизнесом. Татьяна Волкова, 36 лет, дважды мама, преподает математику. Дарья Новикова, 32 года, главная булочка на хлебозаводе. Ольга Витошкина, 36 лет, работает тоже на заводе. Екатерина Метрова, никогда раньше не участвовала в подобных мероприятиях. Ульяна Журавлева, от непринятия себя. И переключилась к желанию продемонстрировать всем, что красиво. Изменить внешний вид и создать свой образ помогали стилисты, косметологи и парикмахеры. Но на перемены внутренней и внешней повлияли не только встречи с профессионалами в сфере бьюти, но и занятия с психологами. Девчонки преобразились внешне, они стали более уверенные, они стали какие-то более веселые, открытые, они поняли, какими они могут быть на самом деле. Кто-то внутри становится намного-намного сильнее, и ты понимаешь, что твоя жизнь, твои правила. Не стоит бояться, не стоит себя стесняться, нужно быть просто собой. Мы научились подбирать какие-то цветовые решения в своей одежде. Партнеры помогли подобрать украшения, которые подходят, типу лица, цвету волос, цвету глаз. Любить себя, наверное, самое главное нас научили. Не бояться чего-то нового, не бояться показать себя, какая ты есть, показать свою внутреннюю красоту, свои какие-то таланты. Уроки вокала, танцев, актерского мастерства не всем участницам давались легко, но каждая смогла показать себя на сцене и зацепить зрителя горящими глазами. Когда я танцевала, я была в грим-йорке, я наконец-то в свои 56 лет поняла, что такое адреналин. Я даже не ожидала, что так будет. Это просто феерично. Мы все здесь друзья, и вот это участие, вот этот драйв, это самое главное. Конкурс «Леди Мармелад» отличается от всех конкурсов, которые вообще возможны, потому что девчонки на этом конкурсе раскрывают полностью свою энергию. Все девочки, которые раньше думали, что полнота – это комплекс, на этом конкурсе преображается и понимают, что модели X-Size, они такие же, они крутые, они харизматичные, они просто могут дышать полной грудью. Вы знаете, это вечер, и вечер всегда хочется провести в развлечении, но это не развлечение, это на самом деле очень ответственная работа, и мне было сложно судить. С каждой участницей я лично знакома, это знаете, с кем я знакома, это моя кровиночка. И кого-то выделить достаточно сложно, но я, как мне посоветовала одна из девушек, сказала «Выбирайте сердце». Я выбирала сердце. Это не шоу, это люди, да, люди объединяются, и они своего рода семья стали. И я выхожу в эту семью, и мне на самом деле так комфортно, так хорошо. Даже несмотря на то, что призыв их места всего три, а корона-победительница одна, каждая из участниц в этот вечер чувствовала себя победительницей, ведь они смогли проделать этот длинный, сложный путь изменений. Все девушки получили не только подарки от партнеров, но и яркие эмоции. Некоторым участницам были предложены модельные контракты с магазинами одежды и фотостудиями. Тройка победительниц выглядит так. Янна Семенникова. Ты самая красивая. Кристина Ховарова. Первое место «Леди Мармелад 2021» становится Ольга Витошкина. Ждала? Ждала. Вернулся? Еще нет. Загадала, что здесь на этом конкурсе нашелся тут мужчина. Мужчина, теперь у вас будет королева. Ну а мисс зрительских симпатий стала Кира Запорожец. Проделанная работа над собой и своим имиджем подарила девушкам уверенность. Теперь участницы полностью избавились от внутренних страхов, любят себя и настроены принимать от жизни только самое лучшее. Продолжение следует...